Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И прямо сейчас о самых важных событиях этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На его счету 20 успешных поединков и лишь два поражения за всю карьеру. Чрезвычайно скромный спортсмен Рашид Магомедов пришел в новую бойцовскую организацию. А в какую именно, узнаем сегодня в выпуске. И прямо сейчас срочная новость. Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва в Хасавюртовском районе. Устройство неизвестного типа взорвалось в поле в одном километре от населенного пункта Новагагатли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и причины взрыва. В прокуратуре Республики Дагестан состоялось межведомственное совещание о состоянии работы правоохранительных органов Северокавказского федерального округа по противодействию преступлениям экстремистской направленности. Мероприятие посетил глава Республики Дагестан. Собравшиеся говорили об угрозах террористического характера, а также о посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Открывая совещание, заместитель генерального прокурора Российской Федерации рассказал о проделанной правоохранительными органами работе на территории Дагестана. Согласно докладу выступающего в суды, на сегодняшний день направлено 172 уголовных дела о преступлениях террористического характера и экстремистской направленности, по результатам рассмотрения которых осуждено 132 лица. Свыше 95% осужденных за террористические деяния приговорены к реальным срокам отбывания наказания. В результате специальных мероприятий задержано 226 лиц, совершивших эти преступления. А в тех случаях, когда они оказывали вооруженное сопротивление, было нейтрализовано 43 боевика и их посудили. По словам главы Республики Дагестан, на формировании запретных организаций, как и активное распространение экстремистской деятельности, влияют несколько факторов. Это в первую очередь утрата авторитета власти и отсутствие ее взаимодействия с народом, ослабление экономики и завершающий и ключевой фактор – низкий уровень образованности и культуры. Мы фактически забыли о роли культуры в современном обществе. Вы знаете, выдающиеся ученые, они всегда говорили, что при всем анализе социально-экономических, политических процессов, мы убеждаемся, что в конечном итоге решающую роль играет культура. Мы забыли об этом, мы забыли о мировоззрении людей, мы забыли об идеологии. По итогам совещания его участниками выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы по профилактике и противодействию экстремистским и террористическим угрозам в Северокавказском федеральном округе. Сусана Халилова, Хадиджи Курбанова, Геллач Курбаналеев, телеканал ННТ, Махачкала. И в продолжение темы преступления экстремистской направленности. Сегодня стало известно, что вынесенное накануне решение Верховного суда по делу об убийстве сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида было обжаловано прокуратурой Республики Дагестан. 21-летнего Азиза Джамалузинова судили по семи статьям. Обвиняемому грозило 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По версии следствия, он находился в составе так называемой «Избербашской бандгруппы». Суд назначил Джамалузинова наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также ограничением свободы на два года. Не согласившись с указанным приговором, в связи с его чрезмерной мягкостью прокуратура Республики обжаловала его в апелляционном порядке. И к другим темам. Заседание круглого стола на тему содержания и соблюдения правил благоустройства территории Ленинского района прошло в Махачкале. Архитекторы, представители коммунальных служб и общественные активисты вынесли свои предложения по улучшению внешнего облика зданий, рекламных конструкций и сооружений города. Спикеры обсудили также острую тему вывоза мусора. С места событий Лариана Шамхалаева. Разработать и утвердить схему размещения контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, поставить земельные участки для сбора мусора на кадастровый учет. Такие поручения озвучил заместитель главы администрации Ленинского района, обсуждая за круглым столом эстетическое состояние города. Когда мы видим засоренные контейнерные площадки, и когда нам приходится привлекать к административной ответственности тех организаций, клиников и компаний, которые занимаются вывозом мусора. Также мы часто привлекаем к ответственности ресурсоснабжающей организации, которая часто проводит, к сожалению, земляные работы без получения каких-либо разрешительных документов, то есть ордеров на проведение земляных работ. За последние три месяца более тысячи организаций и физических лиц привлечены к административной ответственности за нарушения различного рода. По словам спикеров, закламляют придомовые территории и компании-застройщики, избавляясь от крупногабаритного строительного мусора и нарушая тем самым правила санитарной безопасности. К сожалению, наши строители считают, нет необходимости устраивать ограждение вокруг своих строящихся объектов, закламляя строительные площадки строительным мусором. Имеется бытовой мусор. Об озеленении, освещении и ремонте дорог, а нехватке скверов и игровых площадок, высказалась Хажавба Трудинова, проживающая на улице Зои Космодемьянской. Женщина сетует, что для прогулок с детьми во дворе дома 58 и 58А нет никаких условий. Дело в том, что у нас во дворе нет детской площадки, нет вечером выйти посидеть, чтобы нет такого благоустройства. Очень хотелось бы, чтобы в этой проблеме вы подействовали. По итогам встречи спикеры обратились к жителям с просьбой ознакомиться с правилами благоустройства территории на сайте районного собрания и следовать им. Ларианна Шимхалаева, Нурмухамад Мухаммадов, телеканал ННТ Махачкала. В детской и юношеской спортивной школе подзюдо города Махачкалы имени Магомеда Джафарова состоялась встреча представителей Дакомрелигии и Муфтеата Республики Дагестан с воспитанниками учреждения и их родителями. В ходе встречи были обсуждены проблемы вступления молодежи в ряды радикальных группировок. Это первое из запланированных мероприятий с сотрудниками Дакомрелигии в рамках программы информационного противодействия экстремизму. В ходе подобных встреч сотрудники комитета совместно с представителями Муфтеата Республики рассказывают детям и их родителям о пагубном влиянии экстремистской идеологии на общество. На сегодняшний день мы видим, что у нас существует такая проблема духовно-нравственная деградация молодежи. Сегодня, к сожалению, когда СМИ, интернет-пространство, оно входит в умы молодежи, в их сердца, наблюдается, что идет определенная деградация духовно-нравственных качеств молодежи. В этой связи мы убеждены, что необходимо проводить такую работу, что люди духовенства должны встречаться с молодежью, общаться с ними и прививать в их сердцах такое воспитание, отношения между собой, отношения к старшим. Сотрудник отдела просвещения Мухаммад Майрана в своем выступлении акцентировал внимание на воспитании детей, высказав мнение, что именно из-за невнимательности родителей дети подвергаются влиянию пагубных явлений, в том числе и экстремизма. Истинно верующий человек – это тот, от языка и руку которого нет вреда окружающим. Основа нравственности – это отношения к окружающим, отношения к братьям, к сестрам, к родителям, к старшим, к младшим. И представьте себе, дорогие мои братья и сестры, когда не от слов и мама это услышит, ребенок, а от слов отца или матери, ребенок услышит. А ты знаешь, что наш пророк Мухаммад, саллиллаху али вассалям, говорил, что истинный мусульмане – это тот, от кого никому вред не исходит. Представьте себе, какой авторитет возрастет в глазах ребенка. Послам руководства спортшколы имени Джафарова в их учреждении, помимо занятий спортом, уделяется особое внимание и нравственному воспитанию. И поэтому эта встреча для них имеет особую важность. Подобные встречи обязательно должны быть, они очень важны. Это духовно-нравственное воспитание детей. Родители должны присутствовать, они должны понимать, как с детьми, как их воспитывать правильно, как подойти к этому правильно. Сотрудники Дакомрелигии намерены проводить подобные встречи еженедельно во всех районах Дагестана. К концу года они планируют обойти все спортшколы республики. Абдулла Алифгилач, Курбан Алиф, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестанском научном центре Российской академии наук открыла свою работу Всероссийская научно-практическая конференция «Опасные геологические процессы в районах крупных ГЭС». Открыл конференцию директор Института геологии Дагестанского научного центра Российской академии наук Василий Черкашин. Он отметил, что те процессы, которые происходят в геологии, влияют непосредственно на все, что находится в руслах рек. И наша задача – показать, что происходит на сегодня на всех плотинах ГЭС с точки зрения геологии и опасных процессов. В свою очередь, заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Дагестан отметил, что конференция направлена на то, чтобы актуализировать проблемы в области геологии и прийти к совместному их решению. Мы хотим прийти к каким-то интересным заключениям, выводам и рекомендациям, которые по итогам конференции будут направлены в МЧС России. Семейные детские сады. Еще недавно этот проект находился на стадии разработки. Уже сегодня любой родитель при наличии определенных условий сможет организовать у себя дома дошкольное образовательное мини-учреждение. Впервые у нас в республике подобный садик открылся в столице Дагестана. На официальное открытие прибыл министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов и начальник управления образования города Махачкалы Тагир Мансуров. По словам министра науки и образования Республики Дагестан Шахабаса Шахова, в Республике проблема охвата детей дошкольными образовательными учреждениями все еще актуальна. И создание подобных садиков поспособствует ее решению. Организовать семейный детский сад сможет только родитель, имеющий ребенка или детей дошкольного возраста, педагогическое образование или соответствующий опыт и навыки работы с детьми, а также соответствующие жилищные условия. Такая форма, она очень на сегодняшний день актуальна для нашей Республики и очень реальна. И я думаю, что, во-первых, мы уже потихонечку будем снижать ту нагружку, которая была на детских садиках наших. С другой стороны, тоже дополнительное трудоустройство наших матерей. Мы знаем, в этом плане тоже у нас в Республике немало проблем, но сейчас уже сидя дома, мат детей может получить дополнительную заработную плату. Муминат Маламагомедова является воспитателем детского сада номер 25 в Махачкале. В данный момент находится в декретном отпуске. У нее четыре ребенка, два из которых дошкольного возраста. И сейчас она намерена взять на воспитание еще пятерых детей. По ее словам, дети будут обучаться по той же программе, что и в обычных детских садах. Предусмотрен даже тихий час. К нам также будет проходить методист сада 25 и будет проверять наши занятия. Мы будем проводить занятия, мы будем выходить на прогулку. Я их сама же буду кормить. Мне предоставляют продукты для приготовления завтраков, обедов, полдников. И в этой комнате мы будем проводить свои игровые занятия. Семейные садики не являются самостоятельными организациями, а структурными подразделениями функционирующих детских садов. От Министерства науки и образования Республики садики будут получать поддержку в виде учебно-методических пособий и необходимого инвентаря для занятий с детьми. Известный дагестанский бойец ММА Рашид Магомедов подписал контракт с новой бойцовской организацией ПФЛ. Напомним, что спортсмен в статусе свободного агента покинул UFC. Почему ведущая мировая лига не стала продлевать отношения с одним из топовых российских легковесов, попытался узнать Курбан Рагимов. Такой причины нету. И причину не объяснили. Очевидно, что экс-чемпион М1 Рашид Магомедов стал жертвой внедрения элементов шоу в спорт. Талантливый, но чрезвычайно скромный боец оказался неинтересен UFC. В UFC именно там есть матчмейкеры. Они немножко нагло начали разговаривать. С последнего боя Рашида прошло около четырех месяцев. Все это время боец ждал предложений по новому контракту. При этом рассматривая варианты с другими промоушенами. Да, изначально был на шесть боев контракт. По ходу этих боев, на четвертом, пятом бою, уже должны были поменять контракт. Немножко менеджер подвел в этом. И из-за этого я заменил менеджера. Сейчас у меня другой менеджер. Аляб был здесь. И с ним пока будем работать. Посмотрим в дальнейшем, как будет. Вместе с новой командой менеджеров спортсмен взвесил все «за» и «против». Драться в распиаренном UFC за гроши по американским меркам. Или попытать счастье в гран-при за миллион долларов. 32-летний боец выбирает второй вариант. При том, что условия контракта позволяют ему драться и в других организациях. Он предложил хороший контракт, неплохой, я думаю. В денежном плане они намного выгоднее, допустим, чем в UFC. Даже в каждый бой, который ты там берешься, она в два раза больше по контракту, допустим, чем в UFC. Рашид Горец Магомедов! У Рашида Магомедова в послужном списке 20 успешных боев и лишь два поражения за всю карьеру. В UFC топовый легковес провел 6 боев. В пяти из них были одержаны победы. Последний поединок состоялся в апреле. Решением судей дагестанский боец оказался сильнее Бобби Грина. Сейчас Магомедов поддерживает физическую форму. В конце месяца он планирует совершить паломничество к мусульманским святыням. Его возвращение в октагон фанаты увидят лишь в начале 2018 года. Курбан Рагимов, Гейлач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Авиакомпания «Победа» заявила о намерении взыскать ущерб с курильщицей из Дагестана. 15 августа самолет, летевший из Махачкалы в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за закурившей на борту 20-летней Бесханум Сеферовой. Нарушительнице грозит штраф в 300 тысяч рублей. Во столько авиакомпания оценила ущерб, а именно внеплановую посадку лайнера на 40 минут, расходы на топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа и компенсацию другим пассажирам. Около 130 дагестанских грэпплеров выступят на первенстве России среди юношей и юниоров, которая пройдет в Нарафаминске. В состав северокавказской команды вошли воспитанники спортивных школ Махачкалы, Хасавьюрта, Буйнакска, Кизляра, Избирбаша и Каспийска. Общее количество участников первенства страны этого года превысит 700 человек. По итогам соревнований будет сформирован состав для участия в первенстве мира, которое пройдет в октябре в городе Баку. В Дербенте открылась выставка «Ислам. Религия мира», приуроченная к 66-летию первого президента Чечни, героя России. Она проводится при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики в рамках проекта «Религиозный путь» Ахмада Хаджикадырова. На выставке представлены работы члена Союза художников России Джабраила Дибирова и художника-реставратора Дербентского музея-заповедника, члена Творческого союза художников Российской Федерации Мелик Мамеда Агабалаева. И в завершение выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 59,24 рубля, евро 69,65 рубля. А это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...